всем привет с вами марина найман и я приветствую вас на моем канале сам себе кадровик если вам интересно как разговаривать с будущим работодателем о зарплате то продолжайте смотреть это видео все мы вполне адекватно считаем что достойны большой зарплаты но как эту зарплату озвучить предполагаемому работодателю чтобы он понимал почему мы хотим именно столько обо всем об этом мы с вами и поговорим в этом видео откровенно говоря вопрос уровня зарплаты это наверное один из самых неудобных для кандидата моментов на собеседовании связи с чем когда встает вопрос о зарплатных ожиданиях кандидата диалог перестает быть ровным и приятным что необходимо сделать чтобы остаться довольным тем уровнем зарплаты которые вы хотите получать работая в этой компании во первых конечно нужно ознакомиться с компании и тем уровнем заработных плат которые она предлагает на рынке труда во вторых посмотреть в принципе какой уровень заработных плат на всем рынке труда по вашей должности особенно это касается тех кто сменил сферу деятельности третьим нужно заранее понять какой уровень дохода для вас приемлем и самый минимальный в том числе чтобы понимать ниже какой суммы вы точно не можете согласиться в силу ряда объективных причин а также нужно отчетливо знать почему вы достойны получать именно эту цифру как мы уже неоднократно говорили в процессе собеседования ваша задача продемонстрировать свои навыки и достижения чтобы работодатель захотел видеть вас в своей команде поэтому на мой взгляд процесс переговоров о зарплате лучше проводить в конце собеседования когда работодатель уже знает о вас и ваших навыках достаточной информации или еще на вторичных интервью а на первичном интервью просто поинтересуйтесь какую зарплату готова предложить компания сказав что вы пока не готовы озвучивать какую-то свою желаемую сумму потому что вам хотелось бы получше ознакомиться с компанией и должностью а зарплатные переговоры оставить на чуть более дальние этапы обсуждения ни для кого не секрет что на каждую вакансию рекрутера есть так называемая вилка бюджета то есть некие рамки от и до за которые компания не готова выходить при оплате работы того или иного сотрудника при этом естественно работодатель всегда стремится предложить сотруднику меньшее число этой вилки в связи с чем и кандидату на должность тоже не рекомендуется говорить желаемую зарплату в каких-то диапазонах собственной вилки опять-таки работодатель будет стремиться к минимальным значениям важно если вы переходите на более высокую должность и понимаете что для вас зарплата это ключевой момент при смене работы и при этом вы понимаете что возможно вам изначально хотят предложить меньше чем вы зарабатываете сейчас то наверное имеет смысл озвучивать сразу сумму которая была бы для вас комфортно и адекватно чтобы не тратить ни собственное время не время рекрутера при переговорах о зарплате на финальных интервью когда вам уже делают предложение работе ситуация складывается таким образом что в ходе предыдущих интервью вы видимо уже зарекомендовали себя для работодателя именно тем кандидатом которого он готов взять на работу в связи с чем вам можно напрямую говорить о той сумме которую вы хотите зарабатывать и сколько как вам кажется вы стоите если вы озвучивали какую-то сумму и работодатель удовлетворил ваши требования сделав вам предложение о работе с той зарплаты которую вы хотели то на мой взгляд здесь последующий торг неуместен а если вы очень приглянулись работодателю и вы не озвучивали сумму и получили предложение работе с определенным уровнем зарплаты то в принципе вы можете попробовать вести переговоры и не принимать первый оффер потому что у работодателей всегда есть в запасе 10-15 процентов которые при условии вашей ценности для компании работодатель может прибавить к первичному предложению помимо этого необходимо понимать что зарплата это не единственное что так сказать платит вам компания потому что существует большое количество других вещей которые компания предоставляет существует бонусные системы поощрения у кого-то есть 13 зарплаты социальные льготы или иные корпоративные бонусы и бенефиты поэтому прежде чем торговаться наверное стоит уточнить обо всех этих бенефитах потому что если компания не сможет допустим продвинуться по деньгам то может у нее есть ресурсы предоставления вам парковочного места или лучше медстраховки в этих параметрах многие компании оказываются более гибкими чем непосредственном процессе обсуждения суммы зарплаты ну и последнее что наверное стоит уточнить это то что если вы готовы к переговорам про зарплату подготовьте свою минимальную цифру потому что очень важно перед входом в такие переговоры чувствовать себя наиболее уверенно и знание определенной вашей минимальной суммы это именно тот фундамент вашей уверенности который вам необходим на мой взгляд я озвучила основные моменты о том как договариваться о зарплатной плате с работодателем был ли у вас опыт ведения переговоров по зарплате и чем такой опыт завершился напишите пожалуйста в комментариях а также подписывайтесь на мой канал потому что впереди нас ждет много интересного о трудоустройстве а в следующее воскресенье мы с вами обсудим как искать работу после 50 лет и помните кадры решают все до встречи пока пока